Всем привет, это программа Репортер, я Алексей Коноплёв. Сегодня пятница, а потому уходим в отрыв. Культурный и не очень отдых предлагаю начать со мной. Этим летом в честь приближающегося юбилея на провинциальную сцену выходит сам Александр Ширвиндт. Репортер посмотрел спектакль «Арнифель» вместе со зрителями и успел тет-а-тет побеседовать с народным артистом. Александр Ширвиндт вспоминал Самару в свои молодые годы и рассказал, чего еще может желать человек, добившийся всего в жизни. В халате, но с прической. И в гриме нас принимает у себя в гримерке актер театра и кино, режиссер и сценарист, наконец, народный артист сам Александр Ширвиндт. Без стеснений и лишних слов он лично пригласил нас побеседовать, ему было что рассказать о жизни. А я помню, как мы играли и потом спускались вниз, стоял жуткий дебаркадер, страшный дикий пляж на 100 километров. И с этого дебаркадера мы приносили с собой какие-то тряпочки, сидели там, да, пиво. И с дебаркадера, с этого, прыгали в Волгу, ныряли. Дебаркадер ржавый, жуткий, какой-то полуземлеснаряд. Вот, сейчас ничего не узнаю. Такой он вспоминает Самару. Александр Ширвиндт бывал здесь не один десяток раз, и самарцы его любят. Ведь он сыграл сотни ролей в театре и кино и добился в жизни всего, о чем мечтал. Но в свои 79 лет у него еще остались маленькие желания. Так что желать? Желать, чтобы отменили запрет на мат, чтобы я начал разговаривать уже как человек. Чтобы разрешили опять курить, чтобы я докурил уже свой век. Ширвиндт хоть и позволил себе немного поворчать, но о цели своего визита не забыл. Народный артист продолжил готовиться к выходу на сцену. А самарцы уже почти заполонили зал оперного театра. На самом спектакле, как и ожидалось, нет свободных мест. Сегодня зрители смотрят на Арнифля, поэта и лавелласа в исполнении, конечно же, Александра Ширвинда. А еще на днях в Самару приехала противоречивая особа. Она родилась в Санкт-Петербурге, но всем говорила, что пожаловала из будущего. Эту певицу и артистку надо любить только по-французски. Самарскую публику в одном из ресторанов города развлекала, ну конечно же, Ева Польна. Репортер танцевал под ее песней и вспоминал былую молодость. Это Ева-соблазнительница, но не яблоками кормит она сегодняшнюю публику. Сладкие песни от гостей из будущего самарцы готовы слушать запоем и залпом, и даже не дышать. Это уже четвертый концерт Ева Польна в Самаре, и четвертый раз я приезжаю на этот концерт. Я просто люблю, мне кажется, я как-то с ней дышу. В современной эстраде очень мало хороших песен, песен со смыслом. Вот у Евы Польна все песни, они со смыслом, и это радует. Почти 20 лет назад вся страна познакомилась с Евой Польной. Тогда она пела с напарником, сейчас вся слава достается ей одной. Автор песен, солистка, счастливая мама и просто утонченная натура. Такой даме мужчины признаются в любви, только необыкновенным способом. Надо же, приходит теперь цель-циельный, чтобы треснуть. Давайте, мы тебя поддержим. А кому подписывайся? Марку. 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 Спасибо. Самарцы сбивали ноги и дыхание, пока Ева была на сцене. Гости не из будущего, а из Санкт-Петербурга, хоть и не часто приезжают в Самару, но зато всегда с аншлагом. Да и сейчас она только попрощалась и уехала, а самарцы ее снова ждут. И на этом все. Можно отдыхать кто как может. Увидимся в понедельник. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова